Здравствуйте! Это Вести интервью. Сегодня наш собеседник Людмила Маркова, начальник управления культурой и развития туризма администрации города Чебоксары. Людмила Владимировна, здравствуйте! Добрый день! Хотелось бы начать наш разговор с изменений, которые происходят в учреждениях культуры. Это ведь не только модернизация, которая включает в себя ремонт и закупку нового оборудования. На какие рельсы сегодня встают детские музыкальные школы, школы искусств, дворцы культуры? Изменения пришли в систему культуры тоже, и у нас новые направления открываются. Мы мониторим постоянно то, что востребовано, то, что интересно публике. Мы делаем запросы со стороны родителей, то есть, что бы они хотели дать своему ребенку в качестве образования дополнительного. Мы интересуемся у детей, дорогие дети, что же вам интересно. И, конечно, следим за теми направлениями, за новыми какими-то интересными формами, которые применяем у себя активно. И за последние два года мы полностью промониторили всю систему дополнительного образования. Конечно, есть кружки, есть студии, есть отделения, которые потеряли своего потребителя. И некоторые клубные формирования мы интегрировали, поменяли форму и поменяли подход, в связи с чем это, опять же, произошло. Конечно, время у нас такое энергичное время, информационных ресурсов когда много, да, и к нам идет постоянный поток каких-то новых форм и тенденций, течения опять в том же направлении, как и искусство и творчество. И привычные для нас формы, которые были традиционными, например, даже 10-15 лет, они уже утратили свою яркость. И количество посетителей, количество участников этих клубных формирований становится все меньше. Что же самое касается, сейчас я объясню, касается наших дополнительных учреждений, дополнительного образования. Это те же фольклорные коллективы, тот же фольклор, он немножко утратил себя в плане массовости, потому что раньше фольклор был одним из таких богатых на количество участников направлений. И действительно, они были востребованы, потому что это народная культура, это национальная традиция. Я не хочу сказать, что они полностью исчезли. У нас и кружки народные остались, и в школах музыкальных, в художественных тоже преподается данное направление. Но количество, конечно, участников сократилось. Но несмотря на это, у нас, например, очень активно сейчас набирают обороты современная музыкальная и электронная музыка. То есть у нас идет постоянный запрос со стороны и родителей, и детей. Мы хотим обучаться, например, на электробаяни. Мы хотим обучаться на электроскрипке. Пожалуйста, нам вот синтезаторы. Мы бы хотели освоить какие-то навыки электрогитары, то есть барабаны, установки. Вот все, что связано, например, с электромузыкой, оно сейчас очень востребовано. А новыми формами становится то, что очень активно появилась, точнее, активность и запрос со стороны населения в плане таких интеллектуальных клубов, клубов общения, лидерских каких-то клубных движений. Потому что это, опять же, поток времени, это виток времени, когда люди не просто хотят петь уже, но они хотят общаться, формировать какие-то определенные программы в плане своего развития. Но при этом они не забывают и о культурной стороне. Вокал, эстрадный вокал, классический вокал, он всегда востребован. Мы тоже сейчас подготовили ряд предложений, вот уже с 1 сентября 2018 года у нас и в Дворцах культуры заработают вокальные студии. Ну и, конечно, при наших школах музыкальных и школах искусств будут открыты отделения эстрадного вокала, потому что запрос есть. Но, опять же, музыкальная школа – это классическое образование, это академическое пение, это постановка голоса. А вокал эстрадный, он, наверное, как больше факультатива будет уже преподаваться. Поэтому мы стараемся отслеживать тенденции и получать информацию со стороны потребителей, то есть что нужно. В той же самой студии, где дети занимаются на электроинструментах, нужны инструменты. Совершенно верно, да. Поэтому и обновляется, и, опять же, укрепляется материально-техническая база, то есть приобретаем новые музыкальные инструменты, потому что без них невозможно. Мы понимаем, что провести мероприятие в Дворце культуры для этого нужны хорошие сценические средства, то есть это и звуковая аппаратура, и световая. То есть новые технологии, они уже у нас есть, мы с ними работаем, и поэтому отставать нам никак нельзя в этом направлении. И вот в этом плане, да, при поддержке администрации города финансирование нам выделяется. И поэтому вот на протяжении уже последних пяти лет мы постепенно-постепенно обновляемые сцены, мы приобретаем дополнительные спецэффекты, то есть чтобы было интересно, зрелищно, чтобы на наши мероприятия люди приходили с большим удовольствием. Но когда речь идет о поддержке юных талантов, все-таки вопрос обучения, платное, бесплатное обучение, он играет немаловажную роль. Есть ли возможность сегодня обучать всех бесплатно? Хватает ли педагогов? Поддерживают ли каким-то образом педагоги? Потому что если такая большая востребованность, как вы говорите, то и педагогов, соответственно, должно быть достаточное количество. Сейчас обучение в школу дополнительного образования, оно бесплатное. В школах обучается порядка 7 тысяч, даже, наверное, 7,5 тысяч детей, и из них порядка 5200 детей учатся бесплатно. Но есть одно но. То есть когда родители к нам приходят, мы сразу обозначаем, что у нас система экзамены вступительной присутствует. Почему? Потому что желающих много, а все-таки здесь идет определенный отсек. Определенный даже неотек. Способность. Да, выявляются способности, насколько действительно человек способен. То есть может это просто желание родителя. Вот мама хочет, чтобы ребенок обучался музыке, вот фортепиано. А у ребенка, возможно, нет к этому способности. Соответственно, на вступительных экзаменах идет оценка возможностей ребенка. И если вдруг мы понимаем, что родители все-таки настойчиво хотят, чтобы ребенок обучался, есть возможность поступить на коммерческие отделения, на подготовительные отделения. И если вдруг в процессе обучения либо в подготовительной группе, либо уже на коммерческом отделении, в ребенке действительно просыпается талант, ребенок осознает, что для него это важно, что он хочет этим заниматься, что это его будущее, то есть возможность перейти уже на бесплатное обучение и продолжить обучение на бесплатной основе. И, опять же, для информации, наверное, родителей больше здесь, вступительные экзамены в школу дополнительного образования проходят в июне. То есть когда к нам родители приходят в сентябре, мы, к сожалению, уже не имеем возможности принять даже талантливого ребенка на бесплатную бюджетную основу. И, опять же, хочется обозначить, что в музыкально-художественных школах и школах искусств мы ведем учебный процесс. То есть это не... Это такая же школа. Это совершенно верно. Такая же школа, в которой есть программа, в которой есть государственные стандарты, и мы эти стандарты обязаны выполнить. По итогам уже обучения, восьмилетней программы, мы выдаем свидетельства. То есть это свидетельство уже дает возможность поступать в вузы, сузы по направлению, которое вот ребенок выбрал. То есть это художественное, например, отделение, либо это музыкальное отделение. И, конечно, уже это закладывается основа будущих, наверное, будущих ярких талантов, которые в каждом из нас живут, я думаю. Ну вот возможность реализовать себя в каком-то творчестве есть ведь не только у детей, но и у взрослых, и у молодых людей. Сегодняшние дворцы культуры, отвечают ли они вот их требованиям, идут ли туда взрослые, молодые люди особенно хочется отметить. И формат, который предоставляет нынешняя ДК, он соответствует их требованиям? Хочется отметить, что на данный момент вообще у нас на территории города нам повезло очень много учреждений культуры. Это и театры, и дворцы культуры, это дома творчества, и много других еще форм различных досуговых организаций. Наших учреждений культуры их 10. То есть мы говорим сейчас и за поселок Лапсара, потому что это тоже территория города Чебоксара. Мы говорим о тех клубах, которые находятся в Заволжье, и не стоит забывать и о деревне Чандрово, потому что это все-таки город Чебоксары. И везде у нас есть наше муниципальное учреждение. В городе, на территории города крупных дворцов культуры два, это ДК, салют ДК Хузангая, и порядка трех тысяч человек, ежегодно, стабильно, даже более трех тысяч человек к нам приходят туда заниматься, и общаться, и творить, и открывать себя. И там порядка 40% клубных формирований – это взрослое население. То есть это художественная самодеятельность, в которой принимают участие обычные жители города, которые любят петь, которые любят танцевать. И, соответственно, хочется, наверное, в плюс себе отметить то, что администрация города не занимает определенную политику в плане того, что поддерживает именно такое социальное направление наших учреждений. Потому что мы могли бы, конечно, уйти полностью на коммерцию, и стали бы совершенно самоокупаемые, открывая новые интересные и востребованные те же хореографические кружки или сдавая в аренду нашей площади. Но мы понимаем, что есть еще и те, кто хочет сам самореализоваться. И только, наверное, в наших учреждениях такая возможность еще сохранилась. То есть это история, которая до нас пришла с советских времен, то есть она сохранилась и сейчас, и как бы сложные экономические ситуации в городе не происходили, мы не забываем о том, что у населения должен быть свой досуг. Поэтому порядка из 154 клубных формирований порядка 60 – это все-таки клубные формирования для взрослого населения. Здесь вопрос о новых как раз клубных формированиях. Это вот на примере двух библиотек у нас созданы новые альтернативные культурные пространства – это маяк и полигон. Они, насколько я понимаю, задумку ориентированы именно на молодых людей. Вот эти новые культурные площадки, насколько они сегодня востребованы? Ну вообще хочется немножко про библиотеки сказать отдельно, да, потому что зачастую слышим, что такое библиотеки. Но мы не ходим в библиотеки, на самом деле это неправда. Многие ходят в библиотеки, и библиотеки, да, они, наверное, утратили ту свою первоначальную функцию, которая была у них в советское время. То есть они имели просветительскую функцию. Обучали письму, читать и несли вот как бы массовую культуру в народ. Сейчас библиотеки в этом плане не настолько востребованы, потому что все и писать, и читать умеют, и пользуются гаджетами. И книжки из интернета могут скачать. Да, и совершенно верно. То есть в этом плане библиотеки утратили, наверное, свою нишу, но приобрели новую нишу. Потому что у нас, опять же, 20 филиалов на территории города находится. И когда мы проводили мониторинг, у нас он был очень сложный, потому что с нашей стороны статистика одно показывает, а по факту востребованность этих библиотек существует действительно, потому что туда и приходят пенсионеры. И там открываются шахматные клубы, там открываются театральные студии, открываются студии развития ребенка. То есть сейчас функционирует уже клуб робототехники, судомоделирование. То есть огромная форма работы проводится внутри библиотеки, и они зачастую иногда и скрыты, и не видны. Туда у нас есть программа, которая постоянно, в постоянном таком близком соотношении мы работаем с образованием, с детскими садами, со школами. То есть школы приходят в библиотеки, библиотеки идут в школы. Это мини-клубы какие-то, да? Это мини-клубы, да. И то есть у каждого садика уже есть своя библиотека рядышком, в которую они идут, с детками читают, праздники там делают, встречаются с поэтами, встречаются с писателями. При библиотечной системе у нас функционирует клуб как раз писателей и поэтов города Чебоксара. Сейчас при библиотеках начало уже работать некоммерческое объединение молодежно-культурное сообщество МКС, они себя называют. То есть это ребята, которые работают и в наших учреждениях культуры, и просто вот креативная молодежь, которая объединилась, создали некоммерческое объединение, и ведут работу в разных направлениях, реализовывая свои проекты. Вот сейчас с ГИБДД прошел, кстати, ваш телеканал поддерживал это направление социальной рекламы, да, пристегнись. То есть ведут работу в рамках волонтерского движения. И это очень хорошо, потому что есть посетители, приходят люди и для общения, и за книжками. То есть был поток, период, когда все-таки книжка в планшете либо электронный носитель, он был удобен, а сейчас все-таки возвращается книжка с листочками, потому что это другое. Хотелось бы еще поговорить о модернизации парковой сети в городе. Значит, в прошлом году это был Лакреевский лес, где изменился формат посещения этого парка. Посещаемость стала больше? Стало больше. Что происходит с парками? Сейчас у нас на территории города работает два муниципальных парка. Это центральный парк культуры отдыха Лакреевский лес и детский парк имени Николаева. Хочется сказать, что парк 500-летия, это сейчас этнокомплекс Амазония. Он с лета уже частично, то есть поэтапно проходит реконструкции и поэтапно начинает работать. Летом работала аквазона, сейчас всю зиму работала католка, то есть много очень развлечений для народа проходило. Что касается наших муниципальных парков, то, конечно же, здесь мы не стоим на месте. И уже полномерно, наверное, последние 4-3 года есть у нас своя программа развития. Пусть она пока не такая глобальная, но она у нас есть. И мы постепенно-постепенно обновляем и аттракционы. Полностью привели в порядок дорожную сеть, парк Локреевский лес, обновили и парковую мебель. Делаем какие-то интересные арт-объекты на территории, чтобы было всем удобно, чтобы и у мам с малышами была своя площадка. То есть и дети, которые хотят активно развиваться, пожалуйста, там есть и веревочный городок, есть очень много современных аттракционов. Действительно, в прошлом году мы установили новую систему пропускную, это билетно-пропускная система. Что она нам дает? Ну, во-первых, это статистика и учет, раз. Во-вторых, это удобно. Посещаемость парка, я не могу сказать, что только именно эта система дала плюс. Я считаю, что весь комплекс мероприятий, которые мы проводили в парке последние три года, дал такой приток результатов. Потому что количество людей у нас удвоилось, и, наверное, каждый второй житель города Чепоксара уже неоднократно посещает эти площадки. То же самое касается и парка. Да, вот парка. Он у нас... Все ждут, когда же там появится планетарий. Планетарий. Мы тоже и стараемся, и прилагаем все усилия для того, чтобы все-таки планетарий у нас появился к юбилею города. И сейчас мы внесли изменения в проектную сметную документацию, потому что уже изменились какие-то требования, изменилось оборудование. В любом случае тоже программа по обновлению парка, детского парка Николаева, она существует. Мы работаем по ней. И я думаю, что в ближайшее время вот уже сформируются окончательные предложения и сроки, когда мы все-таки... Ну, когда что-то уже осязаемое, похожее на стройку, на стройку планетарий появится. Я думаю, ближе к концу года. Ближе к концу этого года. Туристическая привлекательность города, это вот не секрет, это она носит все-таки сезонный характер, это навигация по Волге, какое-то событие, либо это медицинский туризм. Какие направления туризма будем дальше развивать, и с чем мы будем встречать на юбилей гостей? Ну, собственно, вот основные приоритетные направления вы уже обозначили сами, да, это как раз водный туризм, для нас он очень приоритетный. И хочется сказать, что вот сегодня началась как раз работа Всероссийского совещания по согласованию графиков туристических теплоходов вот в навигацию этого года. И к нам в город прибыло достаточно большое количество туроператоров, судовладельцев, которые как раз формируют предложения для туристов, которые будут уже отдыхать вот этим летом на теплоходах, посещая в том числе и наш город Чапоксара. Второе направление, это, безусловно, медицинский туризм, потому что у нас для этого созданы все условия. У нас прекрасная сеть, как и медицинских учреждений, в том числе и учреждения, которые предлагают реабилитацию. И, опять же, не надо уезжать куда-то там за пределы города, ты находишься в центре событий, и в любое время можешь и с экскурсией куда-то выйти, ну и прекрасно наш залив тоже посетить. Это раз. Третье направление, конечно, это событийный туризм. И хочется отметить, что массовая культура, массовая культура, это как раз вот и массовые мероприятия, которые проходят у нас традиционно и на Красной площади, и на других площадках. В последние годы количество людей, посещающих подобные мероприятия, оно у нас тоже удвоилось. То есть очень отрадно, что горожане становятся участниками вот этих массовых мероприятий событийных, они с удовольствием и подпевают, и смотрят до конца, и переживают. То есть нет такого, что площадь пустая. Есть уже какие-то наброски будущего праздника? Как готовятся, может быть, творческие коллективы города в тех же самых ДК, в тех же самых школах? Совершенно верно. Потому что времени осталось не так много. Есть, да. И мы, опять же, уже давно готовимся. У нас и план сформированный, и определены основные ключевые мероприятия. Но время ведь меняется, и меняется форма проведения, меняются концепции, потому что творчество, оно всегда в процессе, оно всегда в полете. И, соответственно, вот сейчас буквально мы уже сформировали канву основных мероприятий. То есть это, конечно, и лазерное шоу, это и круг света, это и фестиваль классической музыки на воде. То есть мы будем формировать новые сценические площадки в плане того, что мы по-новому покажем вот эти все театрализованные наши представления и достижения. И, конечно же, сейчас стоит выбор, какого хедлайнера мы пригласим. Либо это зарубежные эстрадные исполнители, либо это все-таки вот звезды российской эстрады. И очень много, так скажем, не только культурных и спортивных мероприятий, но это и конференции, это и совещания, опять же, совещания, связанные с туризмом, то есть здоровый город, здоровый туризм. У нас она уже в приоритетное направление ушла, эта конференция впервые, мы ее в прошлом году провели. И для нас она дала результаты определенные, поэтому мы будем это дальше продвигать и развивать. Это, опять же, конечно, форум библиотекарей совместно с Министерством культуры Чувашской Республики Российской Федерации. Мы планируем все-таки провести серию мероприятий, которые у нас уже опробировались. Это фестиваль хоровой музыки обязательно, и, конечно, фестиваль Тюрки России. Пожелаем творческим работникам новых высот. Спасибо, что вы к нам пришли в студию. Спасибо большое. До свидания. До свидания.